Пока госпожный отзор не даст добро, школа свои двери перед учениками открыть не может. Поэтому к проверке ведомства, администрации и учреждения относятся серьезно. На повестке лицей номер 33. Здание сложное. В нем три этажа, четыре корпуса. Много лестниц и переходов. Проверять нужно тщательно. Отделяется большое внимание именно системам пожарной сигнализации и повещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара. Также первичным средством пожаротушения, огнетушителем, если, естественно, в здании есть внутренний пожарный водопровод. Эвакуационным выходом должны быть независимы и открываться без использования ключей, без врезных навесных замков. А также документации именно по пожарной безопасности, именно по проведению инструктажей. В каждой школе за пожарную безопасность назначен ответственный, как правило, директор или замдиректора. Он проводит инструктажи с учителями, организует учебные эвакуации. Их по требованиям управления образованием должно быть минимум две в год. На деле четыре раз в квартал. Так, у вас, призыводка, когда будет следующая? В 2020 году. В 2020 году. Давление находится в положенном месте, да? Зеленый. Все? Хорошо. Руководство 33-го лицея в этом году решилось на дорогостоящую модернизацию. Менять сигнализацию второго типа на более современную, с голосовым оповещением. Прежнее только пищало, это говорит. Внимание! Издание пожарный. Просьба покинуть здание через ближайший выход. В 2018-м хватило средств на оборудование двух блоков в школе. Замена дорогая обошлась в 700 тысяч рублей. В следующем финансовом году вторая очередь. Мы видим, что те ребята, кто уже не первый раз участвует в тренировке, они знают правила, они действуют четко, слаженно. Учителя также слаженно и четко действуют по алгоритму. Но когда ребята первый раз, например, первоклассники участвуют в эвакуации, конечно, для них это небольшой стресс. С огнем в 33-м лицее не шутят. Помнят, в прошлом году здесь случилось задымление. Всех ребят, это больше 1200 человек, пришлось эвакуировать. Эта ситуация учителей многому научила. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.